Минстрой потребовал от регионов предоставить фотографии проблемных объектов, которые должны быть введены до конца этого года. Решение проблем обманутых дольщиков один из основных на повестке ведомства и, по всей видимости, на контроле у президента. Нет долевого участия, нет проблемы. После того, как в конце сентября на заседании правительства Владимир Путин дал понять, что его терпение на пределе, появилось решение. Ну, а если быть совсем точным, то власти укрепились во мнении отказаться от долевого участия вовсе в пользу проектного финансирования с привлечением банков. В нашей студии отеля Арарат Хаят сегодня министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Михаил Александрович, я приветствую вас. Добрый вечер. Благодарю за то, что нашли время. Мы к долевке с вами вернемся в ходе беседы, вернее, подойдем постепенно. Если позволите, вот из-за такта я начну. Ну, буквально накануне дня, когда президент произнес эту памятную для нас с вами речь, Генпрокуратура сообщила, что зафиксировало увеличение количества преступлений в сфере долевого строительства 511 в первой половине 2016 года и 634 с января по июнь 2017. Вот, Михаил Александрович, мы с вами встречались и в августе, и, по-моему, в сентябре в этой студии. Мы как бы говорили о том, что проблема есть, долгостроев и обманутых дольщиков, но как бы не до такой степени. И вот вдруг такая реакция президента. Что произошло в результате? Регионы замалчивали глубину и ширину проблемы? И что значит вот эта статистика, что долгострой увеличивается? Ну, во-первых, я хотел бы отметить то, что сегодня по поручению правительства Российской Федерации все регионы обязаны представить и представили все так называемые дорожные карты, в которые внесены абсолютно все проблемные объекты. И каждому объекту должно прилагаться план, график мероприятий, когда этот дом будет достроен. Вот на тот момент, когда как раз я докладывал президенту результаты первого анализа тех дорожных карт, которые поступили из субъектов Российской Федерации, их было 830. Сегодня уже чуть меньше их 814, то есть 16 объектов за это время уже введено в эксплуатацию. Вообще в целом до конца года планируется ввести в эксплуатацию 140 объектов. Эти обязательства берут на себя руководители субъектов Российской Федерации. Я напомню, что разрешение на строительство, выделение земли – это полная компетенция региональных и местных властей. Ну и в следующем году запланировано введение 187 объектов из этих 814 объектов. И вот такая свежая совсем цифра, только сегодня мы анализ сделали. У нас, к сожалению, было в этих дорожных картах 227 проблемных объектов, которые не имели ответа на вопрос, когда, собственно говоря, будут эти дома достроены. Ни сроков завершения, ни точного права действия. Совершенно верно. И даже механизма действий не было. И что? Сейчас в дорожной карте зафиксировано что-то? Сейчас ситуация изменилась, и уже после жесткой критики субъекты Российской Федерации выправляют ситуацию. Сегодня осталось 28 объектов. И мы ставим задачу, чтобы до конца года, во-первых, будет полный анализ сделан в целом объемов, но и чтобы в дорожных картах не было практически ни одного объекта, на которого нет ответа, когда и как. Потому что именно вот эти объекты, на которые нет этих ответов, вызывают в основном вопросы и справедливое негодование людей, которые были участниками нулевого строительства по этим объектам. Потому что люди готовы, конечно, ждать, все понимают, но они должны видеть перспективу. Ну да, говорилось, что вот по этой более четверти проблемных объектов дольщикам ничего не светит в этой жизни. Вот интересно, сейчас вот как бы вы говорите, но найден какой-то общий алгоритм решения по этим конкретно объектам? Ну, к сожалению, универсального никакого варианта нету. И мы можем только рекомендации давать субъектам Российской Федерации, потому что у нас в одних регионах есть одни решения. Например, в многих регионах поднимают, увеличивают ТЭПы, да, технико-экономические показатели проектов, расширяют земельные возможности для инвестора и за счет этого решают эти вопросы. Где-то вытаскивают из инвестиционного контракта обременение в виде инфраструктуры, социальной, инженерной, внутриквартальной, транспортной, и берут эту нагрузку от инвестора, берут на себя региональные или муниципальные власти. Мы с помощью механизмов, которые есть у нас, у АИЖК, у нашего единого института развития нашей жилищной сферы, мы выделяем земельные участки, уже более 3000 гектар выделено именно на эти цели, потому что здесь можно использовать земельные ресурсы для механизма достройки. Это те же самые увеличения технико-экономических показателей. Где-то используют прямые бюджетные вливания, где-то меняют инвестора, но давая ему возможность расширения земельных участков. Еще раз повторю, универсальной решения проблемы этой нет, поэтому мы только какие-то рекомендации даем. Обычно все-таки регионы сами находят варианты решения. Я сейчас знаю, что вы проводите еженедельные селекторные совещания. Каждую неделю. Да. А вот вы статистику сами затронули. Я посмотрел, вот данные по обманутым дольщикам, они тоже вот как-то расходятся, разные средства массовой информации, разные организации дают разные абсолютно. Вот реестр, который носит заявительный характер, там 36 тысяч граждан, но фактически их число может превышать 86 тысяч, вот по некоторым оценкам. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Это очень просто. Дело в том, что реестр носит заявительный характер. И если там в проблемном доме, там, ну, 10 человек, например, встало в этот реестр, зарегистрировались, то это не означает, что у субъекта Российской Федерации исчезли, значит, обязательства, взятые на себя по закрытию проблем во всем доме. То есть мы, конечно, отталкиваемся не от количества зарегистрированных в реестре людей, а от количества договоров долевого участия в каждом объекте. Потом я хотел бы напомнить, чтобы телезрители тоже понимали, что объект, проблемный объект, это не означает один проблемный дом, потому что объект — это разрешение на строительство, там могут быть и два, и три дома. Так что, на самом деле, домов больше. Мы говорим о базовой цифре 830 объектах, сейчас их уже 814, но именно проблемных объектов, а не проблемных домов. Михаил Александрович, ну и к самому сложному. Нет долевки — нет проблемы. По данным, по этой модели в России строится от 40 до 50% всего нового жилья. Вот как понедельник взять и отменить? Есть понимание, как это должно работать? Какие побочные эффекты тут возможны? Давайте я предлагаю вот блиц-страшилок, я вам буду вопрос-ответ. Для перехода на проектное финансирование государству придется либо создавать специализированный банк, либо вменить эту обязанность системообразующим банкам, создав в них специальные подразделения. Ну, дело в том, что у нас сегодня проинвестировано людьми в долевое строительство жилья порядка 3,5 триллионов рублей. Это огромные инвестиции, и сегодня для того, чтобы приступить к исполнению поручения президента, а нам поручили, я хотел бы отметить, не ликвидировать долевое строительство, а подготовить план-график поэтапного перехода на новую модель. Но для того, чтобы мы уже начали в этот план-график фиксировать какие-то цифры, нам банковское сообщество должно ответить, за какое время и по какой стоимости денег они закроют эти 3,5 триллиона инвестиций. Ну, это я упрощенно говорю, но все равно нам это понимание просто необходимо. И самая главная задача, то, чтобы не увеличилась стоимость квадратного метра жилья. Потому что, конечно, банковская услуга, она стоит денег. Это был, конечно, главный вопрос, который меня просили задать вам девелоперы. По какой ставке банки будут давать? Если 5-7, они говорят, то это гуд. Если это будет ставка на обычной ставку потребительского корридования 15-16, то мало это кто потянет. И еще один момент. Условия для таких ставок, вы понимаете, что они могут оказаться практически невыполнимыми, даже если эта ставка будет 5-7%. Вот просили вас, чтобы вы как-то держали это на контроле по возможности и согласовывали. Конечно, но я хочу успокоить и телезрителей, и девелоперов, что задача пока стоит подготовить план-график, опираясь на данные Центрального банка, на данные банковской сферы в целом. То есть у нас нету задачи, как вы сказали, в понедельник отменить долевое строительство. Потому что я конкретизирую немножко ваши цифры. Не 40 и не 50%. У нас 80% индустриального жилья строится через догора долевого участия. Так что это, в общем-то, основные инвестиции в отрасли. Еще раз повторю, 3,5 триллиона рублей инвестиций в отрасли. Вот еще один момент. Мы с вами, я дальше предлагаю страхи нивелировать. Проектное финансирование пройдет крупных монстров наподобие существующих неповоротливых госкомпаний. Они заберут на себе весь портфель заказов и отрасль прощадит. Ну, естественно, вы сами упомянули, в связи с этим цены могут подняться на 20-30%. Это уже вот такие выкладки идут. Вы знаете, у нас с июля, с 1 июля будущего года вступает в силу ряд поправок. Это последний из трех этапов реформы нашей 214-го федерального закона о долевом строительстве. И там вступает в силу банковское сопровождение. Вот нам бы очень хотелось бы начать с того, чтобы все-таки у банков появилась данная компетенция, и чтобы банки справились с банковским сопровождением. Вот после того, как эта компетенция появится, и мы там через полгода, через год можем уже скажем, что да, банковское сопровождение в долевом строительстве состоялось, то после этого можно будет говорить уже также о конкретных цифрах в этом плане графики, который мы сейчас начинаем верстать. Ну и еще знаете, что говорят, что касаемо минимизации рисков, что это, в общем-то, неправда при уходе от долевки. Рисков станет только больше. Если сегодня долевое строительство хоть каким-то образом регулируется федеральным законодательством, то при новой модели ничего этого не будет. А при этом долевка может никуда и не деться, просто будут создаваться ценевые кооперативы, которые начнут привлекать какие-то инвестиции. Да, но я хотел бы отметить то, что у нас с 1 октября заработала новая модель, условно говоря, страхования. Вы знаете, что с 2014 года мы вместе с нашими партнерами из Государственной Думы, с коллегами, депутатами запустили страхование рисков в долевом строительстве. К сожалению, этот механизм не дал тот эффект, который мы ожидали. То есть, собственно говоря, мы видим, что обманутые дольщики в течение этого времени появлялись. А вот если говорить о двухгодичном цикле строительства, то есть те дома, которые начинали строиться в 2014-2015 году, они все застрахованы. И долевые договора застрахованы. К сожалению, это не состоялось. Поэтому по поручению президента страны мы сегодня переходим с 1 октября. Это уже работает. С октября месяца мы уже работаем по принципу, когда существует единый государственный компенсационный фонд, в который делают свои взносы застройщики. 1,2% стоимости договора долевого участия, то есть стоимости квартиры. И это средний тариф, который мы взяли у сегодняшнего страхового рынка. То есть мы не ухудшали ситуацию ни в коем случае. И вот сегодня тоже свежие цифры. Как раз сегодня я там совещание проводил по этому поводу. У нас сегодня уже 88 застройщиков из 41 субъекта Российской Федерации уже по сути застраховали свои договора. Мы просто условно называем это страхованием. Значит, уже по сути застраховали свои договора долевого участия в государственном компенсационном фонде. Конечно, это защита, возвращаясь к вашему вопросу, это защита другого уровня. Это защита так же, как у АСВ, когда защищены банковские клады наших граждан. И мы уверены, что у людей появятся, безусловно, ощущения другой защищенности, когда это не страховые компании, а государственный компфонд. Да. Михаил Александрович, ну, конечно, про понедельник. Это я немножко как бы приукрасил. Я знаю, что вы с 2014 года продвигаете вот эту инициативу по отмене долевого строительства. Поэтому я так понимаю, что времени еще впереди достаточно много. Михаил Мень, министр строительства и жилищного коммунального хозяйства, был в нашей студии, ответил на все наши вопросы. Благодарю вас, рада вас видеть, и удачи. До свидания, спасибо.